Трещины в стенах и протекающая крыша. Село Тлектец в Полодарской области нуждается в новой школе. По словам местных жителей, пока единственное в окрестности образовательное учреждение построили в далеких 70-х. Два года назад здание проинспектировали и признали аварийным. Есть ли угроза для учащихся, узнавала Айдана Нураж. Эту сельскую школу построили во второй половине прошлого века. Сегодня в ней обучаются 48 детей. В устаревшем здании вот уже несколько лет протекает крыша, а в стенах образовались огромные трещины. Как рассказывают жители, два года назад объект признали почти наполовину аварийным. Однако исправлять ситуацию местные власти якобы не торопятся, возмущаются сельчане. Только общественные организации поддерживают нас в этом вопросе. Больше никому нет дела. В этой школе учатся мои внуки. В селе больше нет никаких социальных учреждений, только школа, клуб и детсад. Больше ничего. Приехали сюда по просьбе жителей. Осмотрели школу. Мы поддерживаем их. Областное управление образования осведомлено о многочисленных жалобах сельчан. Тем временем сельчане просят не отремонтировать школу, а построить новую. В этой, по их словам, находиться небезопасно. Мы не согласны на проведение ремонта. Это небезопасно. Пусть построят новую школу. Аварийное состояние объекта признают и специалисты столичного экспертного центра. Но чтобы вынести окончательное решение, необходимо дождаться результатов экспертизы, говорят инспекторы. Технические обследования Джасова Трамс. Проводим техническое обследование. Все заключения должны быть подтверждены юридически. Ситуация серьёзная. Здание очень старое. Будем проверять текущее состояние потолка, фундамента, дверей. Будет учитываться абсолютно всё. Результаты экспертизы будут готовы через 10 дней. Ну а пока школьникам остаётся одно – продолжать учиться в аварийном здании.